В прошлый раз я вел определение алгеберического замыкания, алгеберического замкнутого поля и алгеберического замыкания. Давайте я что-нибудь напомню. Значит, в алгеберическом замкнутом поле мы доказали, что некоторые свойства эквивалентны, а также мы сказали, что если у нас есть какое-то поле f, то алгеберическое замыкание поля f это такое поле f с чертой, что, во-первых, расширение это расширение f, причем алгеберическое расширение. Во-вторых, оно должно быть алгеберически замкнуто. И наша цель на сегодня, или на первую половину, или даже первую треть, поговорить про алгеберическое замыкание поля и алгеберических чисел. Мы хотим построить алгеберическое замыкание. Ну и тут будет две конструкции. Одна из них мы пытаемся построить просто в лоб, постепенно расширяя куи, добавляя туда корни многочленов. А другое, это мы просто возьмем комплексные числа и возьмем те из них, которые являются алгеберическими. И это будет тоже пусть чертой. Чтобы это все доказать, нам потребуется такое важное и очень полезное утверждение. А именно, пусть у меня есть некоторое алгеберическое расширение канат f. Есть элемент альфа, который алгебраичен над k. Тогда то же это, что альфа алгебраический и над f. Ну, можете представить, что альфа лежит в каком-то еще большем расширении k. И мы про него ничего не знаем. Мы знаем только то, что он алгеберический над k. Тогда он и алгеберический над f. Доказательства. Ну, смотрите, в чем стоит суть рассуждений. Вообще говоря, алгеберические расширения могут быть встроены непонятным образом. Например, если возьмете там расширение k с чертой над k, то оно, например, бесконечно мерное. Но, если мы говорим про конкретный элемент, то он как бы алгеберический над k, но он на самом деле лежит в некотором поле, которое тоже является алгеберическим расширением f, но которое поменьше. Ну, а именно, что такое алгеберический над k? Это значит, что свершит какой-то многочлен с коэффициентами из k, у которого f это корень. То есть, найдется, выполнено вот такое соотношение. Найдутся такие числа b0, bn из k, что выполнено такое соотношение, что какие-то b0 плюс b1 на α плюс так далее просто равно нулю. Это определение алгеберического элемента. Правильно? Вот теперь смотрите, α, он лежит не только в k, а он на самом деле лежит в расширении, он лежит в любом поле, в котором лежат элементы b0, b1 и так далее, bn. То есть, в частности, если мы рассмотрим f, берем поле f и добавим туда элементы b0, b1 и так далее, bn, то α алгебраичен над вот этим полем, которое я только что написал. Это поле обозначено через l. α является алгебрическим этим полем, но потому что там лежат элементы b0, b1, bn, и поэтому вот выполнено соотношение. Но смотрите, мы заменили какое-то страшное непонятное расширение на k на совершенно понятное решение f, потому что у нас есть какие-то элементы b0, b1, bn. Они все алгебраические, потому что это алгебрическое расширение, а значит f от b0, b1, bn – это конечное расширение поля f. Значит, b0, b1, bn алгебраический над f. Следовательно, это мы доказывали на прошлой лекции. Это конечное... f от b0, и так далее, bn – это конечное расширение f. То есть что получается? Если мы добавим сюда еще и α, то это будет снова конечное расширение. То есть у нас получается такая картинка. Давайте пробую здесь написать. У нас есть f от b0, b1, bn. Мы добавляем туда элемент α. У нас есть вот это расширение конечное. И если я добавлю сюда α, то расширение L от α над L также будет конечное. Но из этого следует, что расширение L от α над f также является конечным. следовательно, или от α, которое просто равно f от b0, и так далее, bn. α, оно конечное расширение поля f. Но раз оно конечное расширение f, то там все элементы алгебраические, значит, альфа элемент алгебраический над f. Ну, тут я, может, совсем корректно написал f от вот этой вот штуки, но понятно, что имеется в виду. То есть я размерность... Давайте это сотру, чтобы он не пугал вас. Размерность L от α над f, она равна произведению этих размерностей, поэтому конечная. Значит, любой элемент этого расширения является алгебраическим, значит, α является алгебраическим элементом f над f. То есть мы свели... Ну, у нас было страшное расширение k, а мы его, на самом деле, свели к некоторому конечному расширению, с которым мы только хотим иметь дело. И поэтому α-1 тоже конечен, и поэтому он алгебраический над f. Так, понятно? Ну, смотрите, теперь у нас есть куча мощных следствий. Следствие 1. Значит, если у меня есть башня алгебрических расширений, а именно у меня есть два расширения, которые алгебраические, то расширение k над f тоже алгебраическое. Если L на df и k над l алгебраические расширения, то и k на df тоже алгебраическое. Ну, это понятно, почему. Потому что если возьмете элемент, какой-то элемент sk, это расширение алгебраическое, значит, он алгебраический над l, значит, он алгебраический над f. Значит, элемент k алгебраический над f, значит, это алгебраическое расширение. Просто по определению. Да? Так, давайте поработаем с замыканием. Давайте докажем, что множество алгебрических чисел является алгебрическим замыканием q. Ну, я напомню, что алгебрическое число — это просто комплексное число, которое является корнем некоторого многочинга со состальными коэффициентами. Ну, смотрите, в прошлый раз мы уже доказывали, что если у меня есть алгебра... У нас алгебрических чисел является полем, потому что оно замкнуто, действительно, сложение, взять обратного, ну, и все остальные ксиомы там, естественно, выполняются. Там 0, 1 там лежит. Это мы говорили в прошлый раз. Ну, во-вторых, мы хотим доказать, что то, что оно является алгебрическим расширением q, это понятно, потому что просто по определению любой элемент этого множества является корнем с многочинги со состальными коэффициентами. Так, значит, оно осталось проверить, что алгебрически замкнуто, да? Ну, давайте поймем. Пусть у меня есть какой-то элемент. И что я хочу доказать? Я хочу доказать, что если я возьму любое алгебрическое решение тривиально, значит, пусть у меня есть пусть есть нетривиальное алгебраическое расширение. Ну, обозначим его через k. Ну, возьмем какой-нибудь элемент, который лежит в этом k. Значит, что такое алгебрическое? Ну, вот, давайте я тут, конечно, это множество не обозначил, пусть оно обозначается через l, не знаю, для определенности. Значит, у нас алгебрическое решение k над l. Возьмем альф, лежащий в k. Ну, понятно же, что оно является алгебрическим над l. Значит, по доказанному, оно является алгебрическим над q. Значит, оно просто лежит в l. Значит, по утверждению, оно алгебрическим над q, ну, значит, оно лежит в l. Значит, мы доказали, что любое алгебрическое решение тривиально, что нетривиальник не существует. Это вносили к тому, что это множество l алгебрически замкнуто. Ну, вот, значит, что мы доказали. Мы доказали, что это поле, что алгебрическое решение q, что он алгебрически замкнуто. Значит, это и есть просто q с чертой. Так. Я слишком быстро говорю или нормально? Какие-нибудь вопросы? С самого начала? Нет, еще раз, еще раз. Смотрите. Значит, мы доказали такое важное, важное утверждение, что если у меня есть элемент алгебрический над q, а q над f алгебрическое расширение, то тогда альфа алгебрический над f. Вот, ага, если тут изложено, это f треть не буду. Но она не сложная. Берете многочлен, говорите, что вместо k вы заменяете на такое расширение, над которым альфа алгебрический, а это расширение конечное, и альфа лежит в конечном расширении над этим полем, а значит, и в конечном расширении над полем f, а значит, если лежит в конечном расширении, то он уже, естественно, алгебрический. Это мы доказывали. Вот. Значит, если это верно, отсюда вот мы выбили два следствия. Во-первых, что если у меня есть башня алгебрических расширений, То есть если L над F алгебраичный, и K над L алгебраичный, то и K над F алгебраичный Потому что любой элемент алгебраический над F, над L, он является алгебрическим над F Поэтому любой элемент α и sk алгебрический над F, значит K над F тоже алгебраическое расширение Второе, что я сказал, это то, что если мы возьмем множество комплексных чисел И из них те числа, которые являются корнями многочленов с орциональными коэффициентами Тогда мы получим в точке алгебрическое замыкание Q Почему это так? Потому что то, что оно является полем, мы доказывали в прошлый раз То, что является алгебрическим решением, понятно, потому что просто по определению Потому что любой элемент по определению является корнем кого-то многочлена А если мы возьмем какой-нибудь элемент, который является алгебрическим решением уже этого множества То он алгебраичный над Q, а значит является корнем кого-то многочлена над Q и значит, он является алгебрическим лотком, значит, он лежит в L. Значит, любое решение тривиально. Поэтому L алгебрически замкнута. Так. Да, понятно? Вопросы, может быть, есть? Ну, то есть, на самом деле, это утверждение очень легко обобщить. Что если вы просто, у вас есть какое-то поле, и вы знаете, что оно лежит в каком-то алгебрически замкнутом поле, то вы просто берете из этого поля все элементы, которые являются коронами многочленов до 7 полем, и получается алгебрическое замыкание. То есть, эту конструкцию можно обобщить, но нам это не пригодится, потому что у нас, кроме C, мы не знаем никаких алгебрически замкнутых полей, поэтому мы ни к чему другому прикладывать не будем. Вот. Теперь давайте пробуем построить это поле кущертой индуктивно, и заодно покажем, как это делать в общем случае. Значит, тут нужно использовать такое похожее утверждение. Давайте я напишу в качестве следствия 3. На самом деле, это как бы часть утверждения 2. Что вот у вас есть поле, и вы хотите построить его алгебрическое замыкание. Но на самом деле, все, что вам нужно, это построить такое алгебрическое расширение, такое, чтобы k содержало корни всех многочленов над f. k содержит все корни многочленов f от x из над полем f. То есть любой многочлен с коэффициентом над полем f разлагается в этом поле k на линейные со множители. Тогда k является алгебрическим замыканием f. То есть, смотрите, в чем сила этого утверждения. Вам не нужно проверять, вам не нужно рассматривать многочлены с коэффициентами над k, чтобы доказать что-то алгебрическое замыкнуто. Достаточно проверить, что оно просто содержит корни всех многочленов f от x. Например, когда мы будем доказывать, что множество комплексных чисел алгебрически замкнуто, нам будет достаточно проверить, что любой многочлен с существенными коэффициентами имеет там корень. То есть, если мы докажем, что любой многочлен с существенными коэффициентами имеет комплексный корень, то все доказано. Тогда множество c будет алгебрически замкнуто. В силу этого утверждения. Потому что комплексные числа будут содержать все корни многочленов с существенными коэффициентами. Ну и доказательство точно такое же. У нас есть алгебрическое расширение, нам нужно показать, что k алгебрически замкнуто. Но пусть у меня есть какое-то алгебрическое расширение. И возьмем оттуда элемент. Он является алгебрическим от k, а значит является алгебрическим от f. Альфа алгебрический над k, следовательно, он алгебрический над f. По утверждению. Вот так альфа является алгебрическим над f, то он является корнем некоторого многочлена, а все корни многочленов лежат в k. Значит, существует многочлен f из f от x, такой, что f от альфа равно 0. И отсюда следует, что альфа лежит в поле k, потому что k содержит все корни многочленов f от x. Ну все, значит, мы показали, что любое алгебрическое решение тривиально, а значит, k алгебрически замкнуто. Ну вот, теперь смотрите, как мы можем построить такое поле. Ну смотрите, все, что нам нужно, чтобы получить алгебрическое замыкание поля, это добавить все корни многочленов. Как это делается? Ну давайте на примере q. Вот возьмем поле q и занавируем вообще все многочлены. Как вы знаете, многочленов над полем q счетное число, поэтому можно занавировать все многочлены. Дальше, ну как, берем первый многочлен и рассматриваем поле, в котором он раскладывается на линейные множители. Такое можно построить, мы это доказывали. Это даже будет конечное расширение. Вот получили поле l1. Это поле, в котором f1 раскладывается на линейные множители. Дальше возьмем поле l2, в котором f1 и f2 раскладываются на линейные множители. Ну, и так далее. Рассмотрим поле lk, в котором первый k многочленов раскладывается на линейные множители. То есть все корни... То есть просто добавим корни всех этих многочленов. То есть l от k это просто q с добавленными корнями всех этих многочленов. Ну, построим такую цепочку. Каждый раз у нас будет... Это будет такая башня расширения огромная. Ну и дальше в конце мы, естественно, возьмем в качестве поля куча чертой, возьмем просто объединение всех этих полей от единицы до бесконечности. Значит, что мы тут должны доказать? Мы берем объединение этих полей. Во-первых, это будет полем. Ну, в это можно поверить, потому что это объединение, все операции, все свойства операции выполнены, потому что если вы возьмете любые 2 или 3 элемента, они лежат в каком-то из-под полей, а для подполя это все выполнено. Ну, опять же, там 0 и 1 там, естественно, лежат. Как бы тут проверять, в общем, нечего. С другой стороны, это поле уже будет... Оно будет алгебраическим расширением q, потому что любой элемент, опять же, живет в каком-то из алькатах, а значит, он является... Все эти расширения конечные, значит, они алгебраические, то есть все элементы алгебраические. Так, давайте писать. Значит, во-первых, это поле. Во-вторых, значит, любой элемент альфа из q с чертой, значит, он лежит в каком-то из алькатах, значит, он алгебраический над полем q. Ну и что, собственно, еще надо проверить? Начинается алгебрическое расширение, кроме того, еще нужно проверить, что q содержит корни всех многочленов. Мы его так построили, для каждого фытового в каком-то из алькатах у нее есть все корни, значит, и в куст чертой есть все корни. Ну, все, значит, мы проверили, что у всех многочленов раскладывался на ней на множители над q с чертой, значит, это алгебрическое замыкание. Так, тут ничего не доказывал, но не важно. Вот, то есть мы таким образом построили это q с чертой. Ну, на самом деле, совершенно логично. Мы можем взять и сделать то же самое для конечного поля. Если мы q заменим на... поле zp, то точно так же мы можем заменимать все многочлены над zp и построить такую же цепочку расширений и получить алгебрическое замыкание в поле zp или fp, как вам удобнее записывать. Ну, а на самом деле, в общем случае, в общем случае, докажется, что еще так же, но, к сожалению, так как там многочленов уже нельзя взять, несчетное количество, то там нужно применять лемуцорно. В общем, и там... Ну, то есть нужно брать и говорить, что вот у вас есть цепочки вложений, так, да, там есть обязательно максимальный элемент, возьмем вот этот максимальный элемент, и для него все будет хорошо. Но, в общем, нам это не пригодится, поэтому мы на эти остановиться не будем. Ну, в общем... Так, давайте я просто напишу теорему. Ну, для любого поля его алгебрическое замыкание существует единственная с точки до бизоморфизма. Вот. Так. Так. Так, хорошо, значит, смотрите. После того, как я сказал про то, что алгебрическое замыкание существует, теперь я могу с легкостью говорить про алгебрический элемент, считая, что у меня этот элемент лежит уже фиксированным алгебрическим замыканием. Чтобы вы не пугались и не думали, что... То есть я беру элемент, который лежит в поле, и говорю, что он корень какого-то многочлена. Вот я имею в виду совершенно конкретный элемент, а именно элемент алгебрического замыкания, который там является корнем многочлена, или, ну, там, обладает какими-то другими нужными свойствами. Так, ну, хорошо, давайте продолжать. Значит, смотрите. Значит, я уже на семинарах немножко проболтался о том, что если вы взяли поле F, если у вас есть какое-то количество алгебрических на DEF элементов, то у нас есть конечное расширение F от α1 αN над F. Если мы добавим все эти элементы к F, то это будет конечное расширение. Я проболтался, что на самом деле тут можно сказать, что на самом деле оно равно F от γ. То есть найдется такой один элемент γ, такой вот хитрый элемент, такой, что на самом деле им порождается все вот это расширение. Ну, вот я это говорил про когда, в случае, когда поле F равно Q, и там вот я сказал, что вот, то есть там был такой пример, что мы взяли Q, добавили туда корень из 2, корень из 3, и оказалось, что на самом деле это то же самое, что Q от корень из 2 плюс корень из 3. Значит, на самом деле вот это равенство не случайно, и оно выполнено в более общем случае. Вот, и давайте я раскрою эту теорему, которая, вот догадательство этой теоремы, поскольку это нам пригодится в дальнейшем, поскольку это очень удобно, поскольку у вас есть много элементов, на самом деле у вас есть один элемент, который все порождается, и с помощью него все можно описывать. Например, размерность этого расширения просто равна степени минимальной многочлена этого гамма. Но тут есть хитрость. Хитрость состоит в том, что для произвольного F это утверждение не всегда верно, и там нужно кое-что предполагать. Поэтому сейчас будет рассказано доказательство, которое будет понятное, но там будет дырка. И, в общем, если вы не знаете доказательства, то, пожалуйста, вы так не палите, контору. Сейчас мы его разберем, потом мне скажут, где дырка. Почему я так хочу сделать? Потому что это условие, оно настолько естественно, что, возможно, вам даже не придет в голову спросить. А может быть и придет, я не знаю. И на самом деле очень большой класс полей этому условию удовлетворяет, и поэтому мы это условие даже будем выпускать, потому что оно для всех наших полей будет выполняться. Так, значит, я хочу доказать теорему о примитивном элементе. Я утверждаю, что если у меня есть поле характеристики 0, и есть некоторый набор α1, αn алгебраических над f элементов, то расширение L f от α1, αn на самом деле равно f от γ. То есть найдется такой элемент γ, что f от α1, αn равно f от γ. Ну вот смотрите, заметьте, что я, например, не пишу, где эта γ принадлежит, потому что я вот считаю, что мы уже работаем в алгебрическом замыкании f, и поэтому что такое γ понятно. Это какой-то элемент поля, который лежит в алгебрическом замыкании f. Так, окей, ну поехали. Ну смотрите, давайте думать. Ну понятно, что нам достаточно доказательства для n равного 2, потому что если я для двух элементов могу это все склеить, то я так буду склеивать и до n. Поэтому достаточно доказать, что f от αβ равно f от γ для некоторого γ. Ну понятно, да, если у нас есть n, то мы первые 2 склеим, потом то, что получилось, склеим с третьим и так далее. Значит, мы хотим доказать, что вот мы добавили α и β, то есть мы рассмотрели там многочленное надо α и β, и хотим найти такой γ, которым все порождается. Ну логично искать γ. γ, наверное, не очень сложный элемент. Вот здесь вообще корень из 2 плюс корень из 3. Давайте его будем искать в виде α плюс c умножить на β. А коэффициент c мы сейчас подберем, потому что мы так не уверены. Ну понятно, что если c взять плохим, например, равным нулю, то он не подойдет. Нужно какое-то вывести условие на c, чтобы все было хорошо. c у меня принадлежит основному полю f. Так. Ну хорошо, давайте подумаем. Значит, нам нужно найти такое условие на c, чтобы если при добавлении к f элемента γ сразу появлялись бы и α и β. Хорошо, смотрите, но нужно мне доказывать, что оба элемента эти лежат. Но, наверное, нет, потому что α- это у нас равно чему? Оно равно γ минус c β, поэтому если β принадлежит f от γ, то и α принадлежит. Отсюда следует, что если β принадлежит f от γ, то и α принадлежит f от γ, потому что α- это просто линейная комбинация γ и b. То есть, чтобы доказать равенство, что f от α-β равно f от γ, достаточно доказать, что β лежит в f от γ. То есть, если β, то есть, ну, понятно, тогда, естественно, и все. Вот давайте запишу, да, значит, если β лежит в f от γ, то выполнено такое включение, а обратное включение очевидно, потому что γ лежит в f от α-β. то есть, все, что нужно доказать, что... То есть, отсюда будет следовать равенство. Да, то есть, все, что нужно доказать, это условие, да? Понятно? Вот это условие выполнено всегда, а если еще и β лежит в f от γ, тогда α лежит, и выполнено обратное включение, и все хорошо. Так, ага, черт, сложность. Значит, нужно доказывать, что β лежит в f от γ. Так, ну, надо что-то делать с этим. Нельзя же это просто так оставлять. Давайте думать, что мы знаем про β. Мы знаем про β, но очевидно, что он корень своего минимального многочлена. То есть, мы знаем, что m β над f от β равен 0. А с другой стороны, мы знаем, что... Что мы знаем? Что если мы... Значит, α, я напоминаю, что α — это γ минус β. То есть, мы знаем, кроме того, что если поставить многочлен, минимальный многочлен для α, γ минус β, то это бы тоже равно 0. Правда же? Ну, вроде очевидно, что α равно γ минус β, то вот это тоже выполняется. Смотрите, значит, тогда что происходит? Тогда мы можем рассмотреть такой хитрый многочлен, который, давайте обозначим, h от x. Он просто равен вот этому многочлену в точке γ минус cx. Это многочлен с коэффициентами в поле f от γ, потому что тут γ присутствует. То есть, мы взяли этот многочлен, ну, этот многочлен вестопеременной, поставим γ минус cx и раскроем скобки. Получим такой новым многочлен, у которого коэффициенты будут уже лежать в поле f от γ. Да? Это многочлен над f от γ. Ну, и это, конечно, многочлен, у него коэффициенты лежат в f, поэтому это многочлен, который тоже, у него коэффициенты лежат в f от γ. Значит, у нас есть два многочлена, у которых β является корнем. Вот у h β является корнем, И у этого многочлена β является корнем. Правильно? Смотрите, теперь у нас есть два многочлена, у которых β является корнем. Если мы докажем, что степень их нода не больше единицы, то β будет являться корнем линейного многочлена, а значит будет лежать в этом поле. И все доказано. Правильно? Значит, мы хотим доказать, что степень нода многочленов h от x и m βf от x не превосходит единицы. Если мы это докажем, то тогда понятно, что минимальный многочлен β уже над полем f от γ, у нее степень будет равна единице, значит линейный многочлен, значит β там лежит. Да? А можно еще раз, почему β-кодим? Ну, потому что поставить сюда β, получите ноль. А потому что вот эта штука это α, а m α от α равно 0. Да? Ну, смотрите, у вас есть, ну, понятно, что у этих двух многочленов β является корнем. Значит, у нода тоже он является корнем, потому что нода выражается как линейная комбинация двух многочленов. Ну, если у степень, ну, а дальше, значит, степень минимального многочлена, но она не может быть равна нулю, значит она равна единице, значит этот многочлен вроде в духе там x на что-то минус что-то, и β у него корень, значит β лежит просто в этом поле. У линейного многочлена β корень, когда β лежит в этом поле тут. Вариантов нет. может какие-нибудь вопросы есть ну хорошо посмотрите давайте подумаем представьте что мы работаем в алгебрическом расширении f какие ну значит нас есть алгебрическое расширение эти оба многочлена имеют там разные корни причем мы там да значит нас есть у каждого этих многочленов разные корни степень у нода будет больше единицы в том случае если у них будет еще конец корень общий потому что ну как бы не степень понятно что там h от x равно x минус какие-то корни ну и m бета f от x у него есть какие-то корни понятно что если у них нет больше единицы то у них должен быть еще хотя бы какой-то корень значит у нас есть корень есть какие-то другой корень у этого этого многочлена то есть существует такое бета с волной такой что аж это бета с волной равно нулю и в это и фаббе салона ровнулю и смотрите то есть у нас есть некоторый корень корень минимального многочлена для бета которая отлична от бета что это значит а тут что такое аж от бета это м от альфа f от гамма минус c бет с волной и это равно нулю то есть вы получили что есть некоторый корень бета с волной причем гамма минус цена бета с волной это какой-то корень многочлена альфа сейчас понятно или уже еще раз если у этих многочленов not not степени надо больше единицы значит найдется еще какой-то корень у минимального многочлена м бета f который является корнем и h есть он является корнем и а что это значит что м от альфа f в в числе гамма минус цена бета с волной равно нулю правильно значит тогда получается что а это какой-то альфа с волной то есть мы получили что что мы получили что у нас есть другой корень многочлена м альфа и другой корень гостей нам бета и они связаны следующим соотношением что альфа с волной равно гамма минус цена бета с волной но смотрите нас же у этого многочлена конечное число корней и это многочлена конечное число корней но давайте мы просто посмотрим какое надо дать условие на c чтобы при при данном c никаких других корней этих многочленов не было выполнено это равенство ну давайте выразим c отсюда значит чему равно c а значит нас выполнено такое соотношение и вот такое соотношение да так что же могут выполнена c значит нас альфа с волной плюс цена бета с волной равно альфа плюс cb то есть c равно альфа с волной минус альфа делить на бета с волной минус бета или с минус минус она а тут правильно короче как-то так смотрите еще раз я получил что если у меня степень но до больше единицы то c вот равно вот такому отношению то есть найдутся какие-то другие два корня это корень минимально многочлена для альфа а это корень минимально машина для бета что выполнено такое соотношение но на же характеристику нулевая это значит что в поле бесконечно шло элементов давайте я просто тупо выпишу все корни вот этого многочлена корни все этого многочлена выпишу вообще все возможные отношения и возьму и возьму c который не совпадает ни с одним из этих отношений то есть я выпишу все корни альфа 1 альфа n корни м альфа f а b b bt1 btm это корни многочлена m btf ну и скажу что c у меня не равно никакому такому отношению ну и же конечно число то даже можно сказать что там можно взять каждое альфа равно равна единице который у нас будет совпадать с нашим альфа ну все если возьму такое c то не найдется такого бета но знать что этих многочленов не будет общих корней значит и битровой единицы бета летов от гамма понятно так где дырка но мы же работаем в личном замыкании там единственным образом так если давайте вот эти вопросы по доказательству возможно тут что-то непонятно ли что быстро сказал у нас в принципе через но может сегодня мы не успеем но у нас бы скоро другое доказательство может более простое вот посмотрим и следующий раз что-что корневых что небольшим степень о это тяжелый случай ну потому что по теореме безу если у многочлена есть n корней допустим у вас есть n корней тогда многочлен обязан делиться на такое произведение по теореме безу потому что в теореме безу он делится на их степени минус альфа 1 дальше мы делим на x минус альфа 1 тут остатки какой-то многочлен поставим туда все остальные элементы бутылок корнями значит делись на x минус альфа 2 остаток снова бы поставили альфа 3 и так далее но все у нее степень конечная и степень n поэтому не может делиться на бесконечное количество таких произведений нет вопрос не такой не бета-кратный корень а почему b кратный б может быть кратным корнем да вот смотрите тут вот такая ловушка что если вот я так рассказал красиво но если у вас бета-кратный корень и тогда вся система рушится то есть я должен доказать что не может быть такой ситуации что у этих многочленов есть кратный корень что это значит ну значит вот я должен доказать что у этого многочленов нет кратного корня значит я хочу доказать некоторое такое утверждение, что если у меня есть неприводимый многочлен над полем f характеристики 0, то у f от x нет кратных корней. Правильно, это просто это свойство, которое вообще непонятно, оно очень странное. Как у неприводимого многочленного будут кратные корни, это же полный бред, правда же? Считается, что свойство полей или расширения называется сепарабельностью. Давайте я тут скажу определение. Значит, мы говорим, что определение. Многочлен f называется сепарабельным. Неприводимый многочлен f называется сепарабельным, если у него нет кратных корней. Если у него нет кратных корней в алгебрическом замыкании этого поля f. Соответственно, элемент альфа называется сепарабельным. Альфа-алгебраический над f сепарабелен, если его минимальный многочлен сепарабелен. Расширение сепарабельное, если оно алгебраическое, и все элементы сепарабельны. Ну и есть еще в литературе, можете представить, что поле называется с совершенным, если все его алгебрические решения сепарабельны. Но сейчас мы докажем, что... Значит, нам нужно доказать, что поле хратистики 0, для него любое алгебрическое решение сепарабельно. И тогда доказательство будет закончено. Давайте это докажем. Давайте скажу общий факт. Факт. Что если у вас есть алгебрическое расширение канат f, то оно всегда сепарабельно. Если характеристика f0... Канад f конечная... Сейчас, нет, неправильно говорю. Если f равно zp... Правильно? Давайте так, давайте аккуратно скажу. Короче, если k... Если k над f конечное решение конечных полей, то тоже сепарабельно будет. Вот. То есть, смотрите, что таким образом получается. Что несепарабельное расширение, примерно несепарабельное расширение, это только в случае, когда у вас есть поле, которое... Конечные характеристики и не конечно. То есть, ну это страшное поле. Это же там, например, поле рациональных функций на таким zp. Да? И такой пример будет на семинаре. И, собственно, на семинаре вы докажете, что... Если вы берете... Вот случай 2 будет разобрано на семинаре. Что если вы рассмотрите конечное решение конечных полей, то там все будет хорошо. А мы поговорим про случай, когда характеристика поля равна нулю. Сутверждение. Что если у меня есть... Алгебра риска расширения, причем характеристика f равна нулю, то оно сепарабельно. Ну, смотрите. То есть я должен доказать, что любой неприводимый многочлен сепарабелен. Любой неприводимый многочлен f от x из f от x не имеет кратных корней. Но... А что вы... Да, конечно, я забыл вас спросить. А что вы знаете про многочлены? Когда многочлен имеет кратный корень? Вы в курсе? Какие свойства есть? А, то есть вы знаете, какое производное многочлены. Отлично. Ну, значит, когда у меня есть кратный корень? Тогда, когда он просто своей производной. Правда же? Ну, производной-то степень меньше, чем у многочлена. А многочлен f у нас неприводим. Но, значит, он взаимно прост со всеми многочленами, которые степень меньше. А с другой стороны, производной не может быть. Ну, то есть единственный случай, когда он мог бы иметь общий деятельность f' это был бы только тот случай, когда производная равно нулю. Но если у нас в поле характеристики 0, то производная не может быть равна нулю, потому что старший коэффициент будет равен просто n на старший коэффициент многочлена f. И поэтому производная никогда не равна нулю. Так как производная не равна нулю, то мы получаем вот это неравенство, а значит, f и f' взаимно просты. Ну, и значит, он не имеет кратных корней. ну понятно в случае когда у вас есть когда у вас кратическое поле конечно то производная у многочлена может ровно нулю правильно потому что если возьмете там многочлен например там п на x степени n в поле характеристики по этого производного нулю потому что у него саш клиент убивается да и там могут быть какие-то проблемы а не плохо написал не так конечно что это нужно так писать вот так их степени п тогда производным будет равна п на их степени по минус 1 и тогда он будет равен нулю вот в общем такие много есть какие-то плохие многочлен с которым надо работать но это все остальное семинар задач на семинаре вот то есть на самом деле все нормальные решения которые будем смотреть они так уже сепарабельны поэтому я не буду каждый раз это произносить но если я использую теорему проективную элементе то конечно я там подразумеваю что я есть у меня все решения сепарабельны то есть меня не пройдем многочленный имеет кратных корней на ok так ну все начата было некоторое лирическое отступление но оно нам сильно упростит дело а собственно давайте поймем чем вообще хотели от этой зачем вообще строили эти доказательные расширения кино сообщи из цели у нас есть точные цели такие мы хотим догадывать что-нибудь красивое интересное во первых хочется доказать что целый гибридически замкнута ну конечно вы у вас есть вы наверное знаете несколько доказательств хотя не сможете их рассказать там про даму с собачкой про какие-то там связанные с каким-то геометрией стопологий а хочется такое такое кондово алгебрическое доказательство что это все-таки к это ну как бы алгебрическое утверждение зачем доказывать кем-то там непрудными переходами там в общем понятно дальше хочется немножко поговорить про то когда уровне разрешимого радикалах собственно вся эта наука которая сейчас рассказываю она была заточена про то чтобы понять какие уравнения можно ли решать уравнение там пятой степени решать радикалах или нет ну вот эту проблему эту проблему мы сделаем это проблема будет до конца мы все не успеем там что придется мне поверить некоторых частях потом хочется подумать про какие-нибудь геометрические штуки например построение циркулем и линейкой что здесь можно делать начались есть какие задачи некоторые дачи вы уже сейчас можете решить например задачу про удвоение куба вы принципе уже сейчас можете спокойно там решить на каком семинаре возможно следующем то есть ну значит есть какие-то задачи которые вы можете уже решать удвоение куба или например 3 секции угла да то есть нужно на самом деле просто нужно понять когда вы построить циркуль линейки какие какие числа какие расширения можете получить а дальше нужно понять что до 1 2 не куба это такое плохое решение потому что удвоение куба значит вам нужно получить то есть вам нужно построить циркуль линейкой дигадали кубу вдвое большего объема то есть вам нужно построить число корень кубический из двойки а циркуль линейки можно строить только грубо говоря квадратичные поэтому такого никак не получится это может сказать поводу сегодняшнего семинара уже можно сказать точно вот кроме того хочется понять про правильные нугольники когда можно построить правильный нугольник циркуль линейки в каком случае какое слое должно быть и ноугольник что можно было построить циркуль линейка правильный ноугольник вот например вы знаете что там принцем на пример 18 можно построить и примерно 18 нельзя почему так вот какого черта это совершенно невозможно понять или там принадлежность нас тоже можно очень сильно правильно да правильно апрель 18 нельзя кое слое должно быть вот то есть это вот это вот наша цель для того чтобы это сделать а нужно ввести некоторую дополнительную структуру на наших расширениях и попытаться понять ну то есть как они связаны с ну как бы вести некоторые по этому структуру которая может поможет понять как устроены расширения которые можно поставить циркуль линейка или расширения которые решаются в радикалах как они устроены ну давайте начнем с простого давайте начнем с какого-нибудь простого соображения вы смотрите допустим вот у вас есть поле f от альфа вот у вас было исходное поле f вы добавили к нему элемент альфа и вы у вас есть какой-то морфизм в ф чертой значит куда при этом гоморфизме переходит альфа куда вообще он может переходить и сколько таких гоморфизмов есть утверждения что есть у меня есть гоморфизм из f от альфа f чертой то тогда во первых а фото альфа это корень многочленная м альфа от над f обязательно других вариантов быть не может так дайте посмотрю что меньше не забыл ну да и при этом при этом при всем если этот корень обозначу через в это то все фи от альфа это будет просто f от бета то есть если вы берете у вас есть какой-то гоморфизм из фото альфа в чертой да такой конечно что должен должен сказать об этом слой который сохраняет основное поле f ты конечно забыл написать самое важное то есть у вас есть такой гоморфизм полей из фото альфа в чертой который сохраняет f на месте то он отображает корень альфа в бета а все фото альфа отображает из аморфа на f от бета но давайте докажем но смотрите что происходит у нас вот пусть нас в этот фото альфа если мы знаем что м от альфа f от альфа равно нулю ну и это давайте напишем вот напишем очистки в центр да то есть это будут какие-то а 0 плюс 1 альфа без так далее плюс а n альфа n но давайте применим ко всему этому фи что мы получим мы получим что фи вот а 0 плюс 1 альфа плюс и так далее плюс а n альфа в n равно нулю но фи это гоморфизм полей поэтому можем использовать то что сумма переходит сумму произведения произведения значит это равно сильно тому что фи от а 0 плюс фи от 1 на фи от альфа плюс так далее плюс фи от альфа в n равно нулю значит так фи сохраняет основное поле а коэффициент аиты у меня лежат естественно в основном поле f тогда мы получаем что фи от а этого равно а этому то есть это равно а 0 это равно 1 это равно а n ну а фи от альфа это бета то есть я получаю что фи от альфа это бета фи от альфа в квадрате и так далее фи от альфа n это бета в n значит я получил что а 0 плюс а 1 бета плюс так далее плюс а n на б степени n равно нулю но это точно означает что бета является корнем многочлена m от альфа f значит это просто корень этого многочлена тут других вариантов нет то есть если к альфа куда-то отображается то она отображается обязательно в корень свой минимального многочлена у вас вопрос так сейчас это понятно окей ну давай теперь докажем второй пункт ну второй пункт очевиден потому что понятно что если я буду рассматривать любой ну я фото альфа с круглыми скобочками на то что равно фото вкладами скобочками то есть это просто многочлена от альфа и понятно что если я буду брать фи от какого-то многочлена другого b0 b1 альфа и так далее плюс bk альфа к то это конечно будет равно где бы это лежат f то это будет конечно же b0 плюс b1 бета плюс так далее плюс bk на бета в каждой степени и это будет лежать в f от бета то есть этот этот самый гомоморфизм он отображает f от альфа в f от бета это гомоморфизм он инъективен а вообще эти два поле изоморфны просто потому что если у вас есть два корня 1 минимально одно неприводимого многочлена то f от альфа изоморфы ф от бета задача на семинаре которую вы сегодня или завтра решите если у вас есть корни два корня неприводимого многочлена f у вас м от альфа это называется то тогда f от альфа изоморфно f от бета то есть них размерности совпадают но у вас есть морфизм у которого длинных пространств одной размер одной размерности при этом он инъективен значит это изоморфизм так значит что мы доказали смотрите мы доказали следующее важное утверждение мы доказали что если у вас есть вот у вас было f потом мы взяли f от альфа если берете морфизмы из f от альфа в чертой то образы f от альфа который сохраняет f на месте то этих морфизм вообще не очень много то есть f от альфа она отображается в какое-то из f от бета где бета другой корень то есть давайте я напишу следствие существует ровно степень минимального многочлена количество то есть существует ровно такое количество вложений и ф от альфа в чертой но если вызвать под вложение когда я говорю вложение фото альфа в чертой то конечно я хочу чтобы это было такое отображение которое оставляет f на месте вот таким образом существует ровно такое количество вложений вот да я забыл сказать самое главное определение которое было на семинарах я вот так не сказал на лекциях то что оно будет на следующий лекции самом начале это определение поле разложения давайте еще скажу ну она уже была на семинарах правда но неважно то есть если у меня есть многочлен f какой-то многочлен а у меня есть какое-то поле это многочлен из f от x тогда полем разложения f от x это такое такое минимальное поле в котором f отказывается на линейные со множители то есть это такое расширение к что f от x рассказывается в к на линейные со множители во-вторых в к нет подполе с таким же свойством то есть не существует такого подполе к такого что f от x раскладывается в этом подполе на линейные со множители да соответственно если у вас есть если мы уже знаем что уже работа с каким-то замыканием f чертой то поле разложения f от x это просто если дано f чертой то у f от x есть там корни то поле разложения многочлены f от x это просто f от альфа-один альфа-н где альфа-один альфа-н это корни дошли на f от x наверное это будет тоже задача задача на семинаре я буду не написал но я об этом говорил сегодня несколько раз на семинарах и зачем нужно это вообще определение смотрите если мы доказали что есть у меня есть вложение f от альфа в чертой который сохраняет f то альфа переходит в какой-то корень минимально многочлена соответственно если я возьму поле разложения эту минимальную многочлена это будет означать что все вложения f от альфа в чертой который сохранят f они лежат внутри внутри этого поля разложения то есть f от альфа она посредила переходят куда-то внутрь то есть f от альфа отображается она не выходит за рамки этого поля разложения то есть если возьмем если вы рассмотрите любой морфизм из k в f чертой поля разложения то он по себе дело будет вложением то есть вы не получите никаких других вложений по 6 числа будут как-то перемещаться внутри него и как раз то как они перемещаются и рассказ нам о свойствах этого расширения то есть поле разложения это будь такая клёвая вещь который будет показывать то есть то пер December будет говорить там о том можно ли там например решать уровенью радикалах это будет зависеть на самом деле это будет зависеть от того как и как у нас настроена или например там можно ли или нет построить 17 угольник или например является ли она там алгерической замкney или нет вот это будет зависеть от того как представиться корни внутри поле раздражения некоторого многочлена и собственно об этом вот мы будем рассказывать в следующий раз и через раз тоже вот хорошо все всем спасибо